Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 26 июня воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня. По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала. Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитно-ракетных комплексов С-300 и Бук-М1 было применено более десяти зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения, расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими Буками. Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом. На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисчанск. Так, для удержания на позициях личного состава 1-го батальона 72-й механизированной бригады Вооруженной силы Украины в район населенного пункта Волчияровка был направлен заградотряд нацистского формирования «Правый сектор». Российской артиллерии данное подразделение уничтожено. Управление украинскими войсками на Лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженной силы Украины, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады. 26 июня в ходе боев в 3-х километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков. Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый Грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года. Минобороны России обладает информацией по каждому наемнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Висунск в Николаевской области. Уничтожены более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Кроме того, уничтожены живые силы военной техники Вооруженных сил Украины в 27 районах, в том числе нацистских формирований «Правый сектор» в районе Лисичанска, а также Азов и Кракен в районе Харькова. Также поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины и 3 склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах населенных пунктов Березнеговатая Николаевской области, Новодружеск, Луганской Народной Республики. Операционно-тактическая и армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражены 3 взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М777 в районе Константиновки, 2 артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Геоцинт» в районах Калинов и Артемова, а также 2 взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в районах Очеретина и Новоуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов ДНР. Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семеновка, Червоный Шахтер, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербакова Запорожской области и Петровеньки Луганской народной республики. Также перехвачены 2 тактические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеин. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники. Продолжение следует...